В соответствии с указанием главы государства президента Ильхама Алиева начался демонтаж опасных облицовочных материалов со всех зданий, на которых они были установлены ранее. Работы должны завершиться в кратчайшие сроки. Соответствующие государственные органы должны определить список всех зданий, с которых облицовка будет демонтирована. По первичным данным, таких зданий порядка 200. При этом все работы были начаты немедленно. На этом отдельно настаивал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он дал понять, что для него в данной ситуации нет ничего важнее человеческих жизней. Не может быть и речи, чтобы отложить эту работу на время после проведения Европейских игр Баку-2015. Поэтому, если экспертиза выявит, что на каком-либо здании все еще есть опасная облицовка, то она будет немедленно демонтирована. Отдельно следует коснуться компенсации, которые выдаются пострадавшим лицам. Вопрос начался решаться с первых дней трагического инцидента. Так, Кабинет министров Азербайджана принял решение о выделении семьи каждого погибшего при пожаре, произошедшем в жилом доме в Баку, по 15 тысяч монатов. Все лица, получившие ранения и травмы во время пожара, получат 5 тысяч монатов. Всем 56 семьям, проживающим в этом доме, предварительно выделено по 20 тысяч монатов единовременной материальной помощи в качестве компенсации ущерба, нанесенного имуществу в результате пожара. Кроме того, государство взяло на себя полный капитальный ремонт квартир жителей здания, в котором произошел пожар. Случившееся не оставило равнодушным простых граждан страны, которые продемонстрировали единение народа в столь непростые дни. Сразу после пожара жители столицы, которые не остались безразличными, начали нести к месту инцидента свечи, цветы и игрушки в память о жертвах страшного пожара. Так как среди погибших оказались и малолетние дети, которым же не суждено взять в руки эти игрушки. Принципиальная позиция президента Азербайджана по данному вопросу не оставляет сомнений, что виновники трагедии будут наказаны. Глава государства дал понять, ни один человек не может избежать ответственности, особенно государственный чиновник. Азербайджан, правовое государство и каждый, совершивший преступление, должен быть готов понести наказание. Виновники пожара в высотном здании в Баку не станут исключением. Санам Заев, CBC